Дамочка, дамочка, сколько там натикало? Вот, я говорю, зарплату рельсам и выдают не тебе часов купить, никакого другого черта. Я не совсем понимаю, я пришел из Америки. Что? Америка? Настоящая? Я здесь, в Нью-Йорке. Как же ты, бацанок. А вы по-нашему, шпрехинзи дойч? Я немножко понимаю. Ага, это большой гуд. А то так бегаешь с работы домой, то есть с дому на работу, с работы домой, даже по-американскому не с кем поговорить. Ой, как козел, ей-богу. Тебя зовут козел? Най, я Ньюся. Ньюся? Джулия Смит. Очень этой был, очень этой был, очень. Знаешь, Джулия, я давно хотела у вас спросить, у меня соседка Хвира Соломоновна, так ее дочка тоже в Америке живет со своим хахалем. Как она там? Соро, не понимаю, с кем живет? С хахалем. С хахалем? Очень интересно. Это я записать, я записывать все новые русские интересные слова. Не надо, не пишите, я вам потом продиктую, у вас в Америке чернилов не хватит. Вы лучше расскажите, как вы там в Америке живете, мучаетесь. Америка? Америка, но проблем. Америка, я вести здоровый образ жизни. О, Боже. Мне все завидуют. Особенно полные женщины. А почему это полные? Они ведут не здоровый образ жизни. А, так у нас их тоже полным-полно. На вокзалах и на Тверской. Даешь 50 баксов, делай что хочешь. Да. Ньюся, вам надо активно вести среди них работу. О, так наши кабели стараются. Кабели? Что есть кабели? Ну, как тебе объяснить? Ну, кабели, кабели, они и в Африке кабели. Ну, это мужчины наши, мы их так нежно называем. О, мужчины, кабели. Ньюся, у тебя с ними секс? Какой там секс при таких целях и таких харчах? Ньюся, я тебе сказать. Здоровое питание, это и здоровый образ жизни. Так это же коню понятно, елки-палки. Ньюся, а вот твой мужик, муж, он ведет здоровый образ жизни? Он его вообще не ведет. Он его просто носит. Ну, как медаль за прошлые заслуги. Хочешь, я тебе анекдот расскажу про наших мужчин. В одной дамочке спрашивает, имфазантной. Скажите, пожалуйста, а что вам больше нравится? Новогодняя ночь или ночь с мужчиной? А она говорит, новогодняя. Почему спрашивает? А она говорит, потому что новогодняя ночь чаще бывает. Это очень смешно. Да. Это очень смешно. Это я записать и рассказывать о себе в Америке. Очень смешно. Муж не пришел в новогоднюю ночь. Очень смешно. Муж не пришел в новогоднюю ночь. Большой мальчик? Да, уже 27-й годов. Когда трезвый, маму узнает. А в последнее время занимается гербариями. Целыми днями на балконе слушает коноплю. Хороший мальчик, да. Так что... О! Все, гастроном открыт. Это у вас, если никаких там проблем, а у нас если гастроном закроют, то уже... Не поняла, почему плачем? Ну, что случилось? Почему плачем? Ну, я понимаю, что... Тебе сказать не совсем правду. У меня проблема есть. Ну, рожай уже быстрее. Рожай. Понимаешь, у меня Америка... Хороший муж. Но он сильно любит дринк. Ну, виски, водка. А, алкашик мой нашим. Я недавно узнаю, что мой муж имеет Горфренд. Кого имеет? Горфренд. Мой муж имеет баба. О, да. И ты ее знаешь. Ты мой подруга. У меня точно такой же ситуации. У меня подруга Зинка, кума, между прочим, все время моему мужу реку глазки строит. И так построит. И так построит. Я долго смотрела. Долго смотрела. Потом взяла рельсу, это наша зарплата, и между глаз как припечатала. Все. Глазки в разные стороны. Ее так и назвали Зинка Рельса. Это очень хорошая рецепт. Я записал. Пиши, пиши, я тебе еще на трех мужей надихожу. А все знаешь, я тебе скажу. Все они одинаковые. Что ваши, что наши кабеля. Вот почему в жизни такая несправедливость? Вот почему, когда с нами, так у них угадал полный импетчмент. А когда с этим еще на Тверской джахет, джахет, пурпура, ты кроме слов стоишь, а? Нюся, я тебе скажу, нам есть чему поучиться друг у друга? Конечно есть. Значит, знаешь что, Джулия, пойдем я тебя научу, как по нашему бабскую тоску прогонять. А может я тебе помогать, чтобы мне не тосковать? Так, я угощаю. Да-да-да, я оплатитель. Не возражаю. Нюся, момент. Ага. Нюся. Так. Нахрен. Так. Нам, эти кобели. Не плакь, девчонка. Пока.